В Офере новости в студии Злиха Сулейман и моя коллега Виктория Антонишина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил активы Алматы Нового Акима. Им стал Баужам Байбек. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Баужам Байбек родился в Алматы в 1974 году. По программе Балашак окончил высшую музыкальную школу города Любик и Центральный Азиатский университет. Имеет дипломатический ранг советник первого класса. В разное время работал атташе Генерального консульства Казахстана во Франкфурте-Намане. Занимал различные должности в администрации президента. До этого назначения был первым заместителем председателя партии Нур-Отан. Бывший Аким Амматы Ахмеджан Исимов назначен председателем правления национальной компании «Астана-Экспо-2017». Об этом также сообщается в твиттере Аккорды. В Турции, где на днях перевернулся автобус туристами, произошло еще одно крупное ДТП. На этот раз в придорожную скалу въехал мини-вэн с мигрантами. По меньшей мере 9 человек погибли, более 30 получили ранения. Многие из них в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что микроавтобус ехал в один из портовых городов. Оттуда беженцы планировали добраться до Греческих островов. А во французском городе Кале прошла демонстрация в поддержку мигрантов. Участники шествия протестовали против негуманного обращения с нелегалами. Акция прошла под лозунгом «Нет границам». В ней приняли участие сотни человек. Они посвятили демонстрацию памяти 12 беженцев, которые погибли при попытках пройти через Евротоннель. Протестующие требовали от властей Франции и Великобритании уважать право людей на свободу перемещения. Их возмутили усиление пограничного контроля в последние недели и дополнительные меры безопасности. Отмечу, возросший поток нелегалов стал головной болью для британского правительства. Премьер-министр Дэвид Кэмерон предложил охранять границу с собаками. А британские националисты и вовсе призвали затопить Евротоннель. Мы против возведения барьеров. Из-за них становится опаснее добраться до Великобритании. От ограждений не будет никакой пользы. Достаточно вспомнить Берлинскую стену. После ее падения жизнь Германии стала намного лучше. Нужно, чтобы все это осознали и сделали все возможное, чтобы барьеры не работали. В территориальных водах Индонезии обнаружен пропавший малазийский танкер. Минувшую ночь его захватили пираты. В результате нападения два члена экипажа получили ранения. Кроме того, преступники похитили около 3,5 тысяч тонн, перевозимые танкером нефти. Власти начали поиск злоумышленников. Отмечу, что с начала года в Южно-Китайском море зафиксировано более 180 подобных случаев. Эксперты называют азиатский регион самым опасным для судоходства. В начале поисков у нас не было никакой информации, но около 9 утра наш самолет засек танкер. Теперь нужно изучить и сравнить подобные происшествия. Совместно с соседями мы должны обеспечить безопасность всех судов в Южно-Китайском море. Агентство окружающей среды США стало виновником масштабной экологической катастрофы в штате Колорадо. Сотрудники ведомства допустили утечку около 4 миллионов токсичных отходов реку Анимас. Ее вода окрасилась в ядовито-горчичный цвет. ЧП произошло во время работ по очистке золота добывающей шахты. Предположительно, в воду попали мышьяк и кадми. Пробы показали, что ее кислотность возросла в сотни раз. Для флоры и фауны последствия могут оказаться губительными. Кроме того, эта река – источник питьевой воды для многих населенных пунктов. Агентство уже взяло на себя ответственность за происшествия и причиненный ущерб. А его сотрудники делают все возможное для устранения последствий загрязнения. Шокирующее видео масштабного браконьерства на Каспии появилось в социальных сетях. В заповедной зоне на многие километры растянулись рыболовные снасти. Причем попадает в них не только взрослая рыба, но и неподросшая молодь. Мой коллега Виктор Сутягин отправился на место преступного промысла в компании инспекторов. Сотни сетей, длина каждой почти полкилометра. Выставлены они вдоль побережья Каспийского моря. Им перегорожены все подходы камушевым зарослям, которым в поисках корма летом подходит рыба. Там, где нет сетей, рыбу подстерегает еще большая опасность. Это десятки вентерей, ловушек к жерлам, из которых рыбе не выбраться никак. По самым скромным подсчетам, в сутки только в эти снасти попадает несколько десятков тонн судака, сазана, жериха, вобла, леща. Это видео из социальных сетей застало инспекторов расплох. Рыбной инспекции, отвечающей за эту часть акватории моря, дано поручение разобраться в обнародованном факте. По результатам расследования будут приняты меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовного дела. Хозяева сетей и ловушек оказались проворнее. Успели свернуть снасти до приезда контролирующих органов. Сегодня в этой части побережья Каспии, где были выставлены километры сеток и вентерей, орудий лова нет. Их убрали. Но вопросы, кто это сделал и не появятся ли они завтра здесь вновь, пока остаются без ответа. Тем не менее, следы незаконного промысла, которые видны во всей предустевой зоне Каспии, остались. Катер постоянно вынужден огибать плавающие пластиковые бутылки, указывающие на выставленные сети. Уже дано поручение увеличить число рейдов в море до двух-трех в неделю. Расширена будет и площадь, которую возьмем под особый контроль. Наведением порядка на море теперь займется межведомственная группа, созданная при прокуратуре области. В нее входят представители всех контролирующих структур, призванных охранять природные запасы Каспии. Виктор Сутягин, Амантай Матенов, Атрау, 24 КСЗ. Новая общественная акция в Павлодаре «Сдал бумагу, спас собаку». Под этим девизом в прертышье волонтеры начали повсеместный сбор макулатуры. Все вырученные деньги пойдут на открытие в городе приюта для бездомных животных. На призыв общественников уже откликнулись сотни людей, которые приносят макулатуру в пункты приема. Благородные почин экологов и защитников животных поддержали многие крупные предприятия. Для них сделали организованный вывоз. Оказывается, ненужных бумаг в таких компаниях целые склады, а на руках такое количество старых бланков и ведомостей не унесешь. Кстати, и для самих предприятий эта акция – хороший повод избавиться от лишней макулатуры. Как говорят активисты «зеленого движения», вторичное использование бумаги сохраняет от вырубки огромные лесные массивы. И даже подсчитали – 100 килограмм макулатуры спасет от уничтожения одно дерево. На самом деле очень здорово, что люди откликнулись на эту акцию, потому что уже чувствуется в Павлодаре экологическая ответственность каждого человека. Потому что макулатура – это не мусор, это вторичное сырье, которое может перерабатываться многократно. Карагандинские ювелиры признаны лучшими на конкурсе «Сувениры сарарки». Это дает им право представить свои изделия на всемирной выставке «Экспо-2017» в Астане. Практически все работы мастеров выполнены в национальном стиле. Что интересного подготовить ювелиры гостям «Экспо» узнала Марина Золотарева. Серебряные брелоки, кулоны и значки с калстанскими символами завоевали право быть представленными на «Экспо» в качестве сувениров. Этот ювелирный цех пока единственный в Караганде, который работает на массовое производство. В процессе изготовления ювелирное изделие мало похоже на конечный продукт. Его отливают, катают, гнут, режут, полируют, а еще раньше изучают спрос и составляют эскизы. От населения нам важно знать вкусы, что хотели бы они видеть на прилавках наших магазинов, соблюдение каких-то традиций национальных. Каждое наше изделие проходит сертификацию в пробирной палате, что подтверждает соответствие от проби в металле. Над одним изделием дизайнер может работать месяц. Женщины отдают предпочтение геометрическим формам, национальному орнаменту, растительным и животным мотивам. Чтобы создать неповторимые авторские работы, художники изучают старинные украшения и архивные фотографии. Вдохновение может прийти неожиданно. Дизайнерские вещи, работают художники над каждым эскизом, над каждым изделием. Все, что вы видите здесь на витрине, это наше казахстанское золото, это наши казахстанские камни, это природные камни, это полудрагоценные камни. Десять лет назад здесь трудились всего три человека. Изготовление украшений шло вручную. Сегодня в ювелирном цехе получили работу 35 человек. У них новейшее оборудование. Карагандинские мастера продолжают работать над дальнейшим продвижением своего бренда. Марина Золотарева, Сайлау Игульков, 24КИЗ, Караганда. На этом у меня все. До встречи в следующем эфире. Субтитры подогнал «Симон»!